Девушки отдыхают Девушки отдыхают Дима Яковлев – защитник детской хоккейной команды города Дмитров. За одну игру Дима отдает до 10 потенциально удачных передач и сам может забить несколько шайб ворота противника. Диме 10 лет, и он не представляет свою жизнь без хоккея. Он готовится к очередной тренировке и, надев на себя форму, которая весит более 15 килограмм, выходит на лед. Это так называемая ледовая коробка, в которой Дима проводит почти четверть своей жизни. В этой коробке он тренируется и играет под номером 72 уже 6 лет. Дима Яковлев – защитник детской хоккейной команды города Дмитров. Наши ребята участвуют в различных турнирах. Вот конкретно эта группа, значит, мы регулярно 2-3 раза в сезон учебно-тренировочный проводим турниры в городе Дмитрове, в котором участвуют лучшие команды России – ЦСКА, Трактор, Локомотив, Тамак, Барс. И они – обыкновенная областная команда – обыгрывает и Трактор, и ЦСКА, и занимает первые, борется с первого по третье места. Дима тренируется 6 дней в неделю. После занятий хоккеем он с мамой идет домой. Завтра его день повторит предыдущий. Итак, тренировка за тренировкой. Но не было бы у детской хоккейной команды Дмитров такого талантливого защитника, если бы 6 лет назад родители Димы не решились переехать из сибирского города Иркутск в Подмосковье. Мы ради детей живем, поэтому что нам? Тяжело, конечно, в Иркутске было бы гораздо проще. Не было этих трудностей, какие у нас здесь возникли, с квартирой, с работой, с теми же деньгами. Все последнее, все для них, вот этим и живем. В этом интервью Димин папа не сказал главного. Именно он решил, что его сын будет заниматься хоккеем. Я мечтал, что мы один сын, а тут оказалось, что у него есть два сына. Представляешь, мы с папой весь на взводе. Ну и, соответственно, пришлось мне этим завозиться и все это полюбить. Всегда же говорят, для родителей дети это нереализованные мечты детства, несбывшиеся. То есть, знаешь, воплощение всего, о чем ты мечтал в детстве. Все, о чем мечтал отец Димы, он действительно реализовал в своем сыне. И Дима этого не скрывает. Мне нравится хоккей, потому что это такая быстрая игра, энергичная. Мне кроме хоккея ничего не нравится. Но кроме хоккея, Диме нравятся еще и конфеты. Когда оператор вышел, камера осталась работать. И вот что мы увидели, отсматривая материал. Дима придерживается строгой диеты. Живет словно в коробке. Но в 10 лет он все-таки остается ребенком. Я каждый день ем творог. Ну, это... Короче, если мама забудет, я не напоминаю, потому что я не хочу его есть, он кислый. Когда мама забывает меня, короче, приготовить творог. Я ем. Что? Короче, все попало. Что там? Что там? Ну, что ты ешь? Что, что ты ешь? Ну, печенье. Печенье, конфеты. Если что-нибудь еще есть дома, ну, как бы негативное, то я тоже поеду. Под пристальным вниманием мамы Диме трудно говорить честно. Иногда такие моменты случаются. Но чаще приходится выбирать спорт. Телефон. Скорбой. Алло. Снова. А кто звонил? Да, Саня приглашала. У него что, не рождение, что ли, болит? Да. Ага, ну, что ты сказал? Я просто не смогу. А где они справляются? Да, меня просто пригласил. С теми, наверное, конечно, что не сходишь. Ну, что сделаешь? Нету свободного времени? Нет. Понимаешь, вот они всю неделю тренируются, всю неделю без исключения. В субботу у нас игра на выезде. В воскресенье один-единственный день. Там тоже у нас часто бывают игры, подкатки или мы куда-то на выезды. В общем, свободного времени нет. Не в другой раз жалко. Каникулы у них нет вообще априори. Он ни разу не был на новогодней елке. Ни разу. Вот, к сожалению, конечно. Может, мы что-то у него забрали многое с детства. Но у него даже не было ни одного новогоднего костюма. Потому что у ребенка один детственный новогодний костюм. Это спортивная форма. Мой папа отдал меня на хоккей. Я этому рад. Потому что тогда бы я был обычным мальчиком. Не таким уж, что... И... Ну, как бы... Стильный, может быть? Ну, да. Я бы тогда был просто дворником. Ну, вообще, конечно, это обязательный институт, обязательная учеба. Потому что у нас такой уговор сделан. Никакого хоккея, если не будет хорошей учебы. Понимаешь, тройки для нас это неприемлемо. У нас только четверки, пятерки. Дело такое, на одном спорте вдруг он не будет играть. Хотя, конечно, мы лелеем мечты. Сейчас он говорит словами папы, конечно. Да? Что только хоккей, КХЛ, НХЛ. У нас, конечно, планы наполеоновские, мечты и все такое прочее. Ну, мечтать неприятно. Надеемся. Надеемся. Мы работаем над этим. Так, где? Все, пора уже выходить. Давай, заканчивай. Ну, сейчас засмотрю. Ты кому сказал? Ты что? Ладно. Ты понимаешь, что ты сейчас игра уже? Легенда рассказов. Ну, в общем, ты сейчас уходишь в раздевалку, там, переодеваться. Ни пуха ни пера тебе. Давай. Сейчас проходит одна из самых важных игр сезона в рамках Кубка Мэра Москвы. Ребята борются за выход в Первую Лигу. Во многом успех команды зависит не только от хорошей игры. Как тебе говорить еще? Болгин тебе привез его, встретиваешься на синей линии. Да, 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 я буду делать опять то же самое. Не надо бегать, я прямой брать. Общими усилиями победу ребята одержали. Осенью их ждет Детройт. А это достойная награда за детство, проведенное в ледовой коробке.